Все чаще сегодня звонки на мобильные устройства поступают от сотрудников сотовых компаний. Они предлагают продлить срок договора, действия сим-карты или подключить услугу на выгодных условиях. Для этого спрашивают данные из поступающих сообщений. Будьте осторожны, работают мошенники. Хотя представиться они могут кем угодно. Сообщения от руководителей организаций, в которых работают граждане, о проводимой проверке внутри учреждения, а также с предупреждением о том, что будут поступать звонки от курирующих данную организацию органов. Звонки от таких организаций, как Пенсионный фонд, Госуслуги, Центральный банк, ФСБ. Все эти и другие возможные способы телефонового мошенничества или через интернет-сервисы приводят к просьбам сообщить код доступа, снять или перевести денежные средства, оформить кредит. Иногда мошенники запугивают собеседника, что за разглашение информации о данном разговоре может грозить реальный срок. Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит соблюдать простые правила. Не передавать свои персональные данные. Не сообщать коды и сообщений, поступающих на ваш телефон. Помнить о том, что сотрудники спецслужб банковских организаций никогда не звонят гражданам с просьбой о переводе денежных средств. Не устанавливайте мобильные приложения в условиях разговора с неизвестными. Не переходите по незнакомым ссылкам на неизвестные интернет-ресурсы. При сообщении от неизвестных о том, что кто-либо из родственников, друзей, попал в беду и требуются денежные средства, свяжитесь с тем, о ком идет речь. Убедитесь в том, действительно ли нужна помощь этому человеку. А еще стоит провести беседу с ребенком. В онлайн-играх мошенники спрашивают данные о родственниках, содержимым входящих сообщений на телефоне родителей, номера банковских карт. Ни в коем случае дети не должны вступать в переписку с неизвестными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok